друзья всем привет сегодня мы поедем помогать загонять табун на молодом двухлетнем жеребчике по кличке черный принц две недели ни разу не сидал не выезжал застоялся были заняты ремонтом трактора поэтому сейчас ради разминки пойдем 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 с большим трудом залез в седло после того как залез он меня едва не скинул сейчас я так сижу в напряжении у меня кепка лежит в кармане я даже не рискую и вытащить точно так реагирует фингерсу его надо немножко прокатиться на галопе желательно через такие канавки он хорошо идет мягко как малыш через лесок проедем и он должен и даю ему сильно разогнаться так как страшновато и поедусь когда он немножко спотеет тогда можно будет хорошо идет голуб очень напоминает малыша хотя у каждой лошади свой ход своя походка аллю называется все вот эти движения которые есть закрыть голов это все называется одним словом аллю сейчас такая полу головки не видно так медленно это рыса называется такая рыса вот это то самое место где у нас обитают косули в это время их еще не увидишь и попозже прямо на самом закате солнце выходят из лесу вот такой галопом я рискую выпускать здесь хорошее место можно пасти но не пасутся здесь лошадь никакую не стоят так вот просто проходом идут по саму ходе не стоят а чтоб сюда идти не по пути это местечко находится так сделал остановку нормально красавчик черный принц красавчик у нас там есть несколько уздечек с германии надо будет их одеть покрасоваться но шел пошел может нам повезет косуля выбрыгнет из листочка в общем так я и остановился на выборе данного седла для себя у меня несколько штук и вот одно из них я себе оставил очень хорошо она сидит на малыше а на черном принце нет так как у него слишком такое бочкообразное телосложение но в общем он очень сытый и она как бы на нем крутится проворачивается и несмотря на то что подпруги хорошо подтянул все равно приходится сидеть и держать равновесие головой мотает черный принц вот они есть надо было просто заехать в лес и покричать я так думаю не надо это делать черный принц может пугаться отсюда шарохнется мало ли по лесу понесет и не справлю с управлением так надо будет еще на нас ездить туда поверить вот лошадей зовет лошади у нас там на той стороне сейчас поем противоположную сторону доедем до поля и посмотрим посеяна ли там какая культура чтоб нам можно было пасти там или там нам нельзя будет пасти сейчас мы на это посмотрим так отлично это поле у нас значит не засеяно значит мы теперь можем здесь вот пастбище мы здесь можем ходить по самому краю и имеем возможность переходить через это поле там нам получается открывается еще один приличный кусок где можно спокойно пасти в общем это лето мы пасем без проблем с выпасом проблем нет так ну и что касается черного принца полезно ему такие прогулки как-никак эта тренировка навыков мышцы тренируется будут крепче сухожилия и еще главный момент это естественный износ копытного рога стачиваться об сухую землю будут в одном месте есть асфальт вот сейчас хорошо таким почти голопом идет хорошо сам я его не подгоняю вот у меня плетка в руке хорошо а чабрецом уже пахнет стало полезно трава такая ну все сейчас мы поедем теперь к лошадям но пастбище хоть и выглядит большим но на самом деле вот есть места где как здесь почти как полупустыня солонцовые пятаки вообще здесь низкорослая полынка немножечко житняк есть и все а есть места прям вот плодородные такие и там прям такая зеленая масса и еще конечно это вот мелководные болота которые повысыхали в них находятся такие кочки ну и всякая такая резучка сока от безысходности когда лошадям нечего кроме есть они едят если у них есть что по выбор получше выбор то будут есть что-то повкуснее вот такие болотца нас спасает и у нас их прилично через каждых сто сто пятьдесят метров вот и приехали к табуну дядя Валера хорошее настроение сегодня ну чё дядя Валера как дела там у вас с гусями растут да надо будет надо будет к вам заехать посмотреть так в общем небольшой экскурс по нашим болячкам жеребчик от златы златик кличка поймали мы его завалили а там пуповина опарышей просто вообще невероятное количество очень простой метод пшикаем обычным дихлофосом после этого присыпали еда форму желтый порошок для ветеринарного использования и не только для ветеринарного и еще важный момент поставили вермек в общем наблюдение такие уже провели на взрослых кобылках тем кому мы ставили вермек маленькая от майки у них в общем достаточно было только одной обработки все заживало все а одной взрослой кобылки мы не ставили вермек сделали одну одну обработку вроде бы все зажило и вот сегодня смотрю у нее там снова все повторилось поэтому вот наш такой опыт теперь значит случилась еще одна ситуация кобыла ласточка то на которой мы пасем немножечко вышла из строя у нее очень сильно воспалилась или правильно сказать опухла или может быть это был отек ну в общем это все синонимы в данном случае вымя прям очень сильно аж до середины живота дошло вот но мы поставили ей конечно антибиотик и буквально через пару дней все прошло как будто ничего не было в общем у нас есть такая версия что наших лошадок кусает какое-то злое насекомое может быть шершень может какая-то оса потому что накануне у жеребенка от германии кобылка геранька у нее была такая проблема опухла щека мы думали это челюсть или усут но так как быстро опухоль сошла думаю что это было тоже связано с укусом проблема какого-то насекомого ну и а не знаю ну и такие простые мелочи вот жеребчик султанчик уже он бегает не хромает тоже в него был мыт вылезла шишка на груди поставили антибиотик он еще и потом захромал на заднюю ножку сейчас все восстановился смотрю вылинивает начинает блестеть постепенно но еще конечно не совсем также продолжает выгонять рано в 5 утра кстати жара у нас ушла сегодня первый день по прохладней где-то было плюс двадцать двадцать пять и это прям такой кайф скажем так тут у нас кто-то катается такие в общем дела помогают деть валерий загонять именно когда прохладная погода они немножко так разобрядаются и тяжеловато на одной лошади гнать также случаются мелкие ситуации связанные с слово подобрать такое как бы дрестунами вот ну постепенно постепенно все нормально справляемся кстати ожеребилась у нас еще одна кобылка монгол очка молодая принесла жеребчика каурой масти каура это такая же как булана только такая посветлее вот она кстати сейчас поближе подъедем посмотрим вот он вот он вот он красавчик в одном из видео я немножко неправильно сказал что кобыла ожеребилась от жеребца малыша нет все таки по срокам малыша мы запускали в середине июля значит от середины июня ну вот уже примерно вот сейчас вполне возможно вот начнут жеребица кобылы от малыша а то все у нас тяжеловозики от баланса от лакмуса от суффикса и в этом году мы тоже все также повторим на какой-то в какой-то момент мы уберем баланса лакмуса и запустим только одного малыша все ради того чтобы у нас все кобылы были как бы но вы понимаете есть вот такие двухлетки трехлетки баланс лакмус на них не реагирует не знаю почему так и суффикс также а вот когда другой жеребе заходит свежим нормально но у нас еще есть два вот таких жеребчика кубинец и персик но они такие мелковатые по моему от них еще толку никакого нету хотя им по два года уже в этом возрасте они вполне бы могли быть активными ну что-то как-то не очень наблюдаем так это две красотки у нас постоянно отстают норвегия и и арабская ночь по у у у у у у у у у тут у нас сегодня пересеклись почти лошади я овечки это очень был опасный момент когда такое случается у овечек ноги потом как спички куда пошла елки маратовская кобыла так все так это мы все семейство ласточки загнали в раскол кобылка котунь лимон он же лавр это у нас уже такая большая стала линда она же и волга дядя валера ее линдой прозвал всем заодно еще и вермек поставим вместо гонку такую сделаем да все и и выпускает сразу блокируем рыжий вы снимать да 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 сейчас ну давай сейчас такой важный момент блокировать в станке лошадку надо как можно теснее чтобы у нее не было разгона и я не с детства постоянно они уже привыкают он спокойно себя ведут в такой ситуации ну-ка ну-ка так это у нас в прошлый раз с поднизу выскочил по этому тоже надо карулить сейчас обязательно попробовать выскочить так сейчас походим посмотрим может еще где-то есть так вот он златик с пуповинкой все у него там подсыхает подживает все нормально в общем под хвостом появляются опарыши думаю из-за такой причины потому что мы не проводили очень давно глистогонку вот еще глазики у них бывает вот так слезятся глистогонку не проводили последний раз в декабре было и видимо у них зудиться они стоят где-то там допустим об дерево или еще во что-то и делают микро царапинки садится муха то у нас барбарис а сейчас быстро так бегло сделаю осмотр хорошо охладно напаслись так вот он наш один из самых маленьких поздних по моему у нас без клички остался мелкий же ребенок но это он сейчас мелкий потом в этом году у боливии родился богульник мы его назвали мелкий потом он нормально так здесь у нас чабрец от черемухи так чё у него там нормально все спитал так-так-так-так у нас венесуэла я думал у нее жеребчик это кобылка у нее оказывается так-так-так-так-так-так-так-так-так вот селек уже вот его большенький стал и вот в общем думаю надо будет провести листогонку они проводил ее из-за того что ну типа вот жеребом к было нельзя до этого хотя я всегда нормально делал все было нормально это у нас мелиса а этом кобыла мадонна азия это арбуз и они семьями стоят вот ласточкина семья вот вся ее семья вот они все так вот семья желтых вот этой кобылки ванесса у нас да это ванесса от венесуэлы вот мы ей вчера делали обработку тоже сделали паночка ну все в общем еще у нас проблемка появилась глаза глаза у некоторых слезятся мы будем наблюдать если что через раскол не будем лечить вот она врожденный вот такая масть называется каура я он и не рыжий на грани рыжий что-то между булана и и рыжий каура так все порядок да да а у недавно уже вот эта шишка нет это уже полгода где-то да ждать ударили так это у нас тумбочка еще жереба тумбочка булочка куба франция еще живо отдыхает это майка это не наша лошади так это у нас пион вот у пиона тоже сзади под хвостом два раза мы делали обработку сейчас мы проверим как у него там все нормально заживает учиться такие рабочие моменты жасминка скоро мы тебя обучим под седло сейчас трактор отремонтируем и будем обучать спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на наш канал нажимайте на колокольчик чтобы не просто не пропустить следующее видео мы стараемся быть полезными говорим все с чем мы сталкиваемся кому-то может быть это будет на пользу для кого-то это просто приятное видео и наши видео можно смотреть на большом экране рядом с детьми мы стараемся следить за лексикой но в общем ладно всем пока